МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости на телеканале Уфгенск ТВ. Поговорим о событиях города и региона в студии Георгий Разуваев. И Дарья Человекова. Вот о чем расскажем сегодня. В Меденском районе растут темпы промышленного и сельскохозяйственного производства. В Доме ученых состоялся концерт в рамках просветительского тура «Созвучие России». Жители дома номер 37 по улице Гагарина жалуются на регулярные нарушения общественного порядка в их дворе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор области Владислав Шапша провел рабочую встречу с главой Меденского района Николаем Козловым. Состоялся разговор о социально-экономическом развитии района и реализации национальных проектов. Руководитель муниципалитета рассказал, что на протяжении последних пяти лет растет объем производства промышленных и сельскохозяйственных предприятий, обеспечивая рост поступлений в бюджет. В прошлом году темп роста промышленного производства превысил 45%. В первом полугодии эти показатели возросли вдвое. На территории района действует 15 промышленных предприятий, а также подразделения двух областных организаций, оказывающих услуги промышленного характера. 106 малых предприятий, 264 индивидуальных предпринимателя. За январь-июнь 2022 года инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций на территории района составили более 63 миллионов рублей. За шесть месяцев текущего года введено 6 тысяч квадратных метров жилых домов, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Медынцы гордятся успехами аграриев. В развитие сельского хозяйства с 2006 года инвестировано свыше 10 миллиардов рублей, обеспечив по этому показателю почетное третье место в областном рейтинге. По производству молока район занимает второе место, и в этом году сохраняется тенденция уже нескольких лет по наращиванию надоев. За полгода вовлечено в сельскохозяйственный оборот 250 гектаров неиспользуемых земель. Владислав Шапша уделил особое внимание тому, как выполняются обещания, которые были даны в результате обращений граждан. Николай Козлов доложил, что в муниципалитете удалось снизить остроту проблемы с педагогическими и медицинскими кадрами. В этом году благодаря предоставлению жилья в район приехали три молодых педагога и два медработника. В середине сентября в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в районную больницу поступит аппарат рентгенографии, стоимость которого превышает 22 миллиона рублей. Жители районного центра жаловались на качество питьевой воды. Губернатор отметил, что по его поручению предприятие «Водоканал» уже в этом году проведет инвентаризацию существующих скважин и реконструкцию водонапорной башни, а в следующем приступит к строительству станции очистки воды. Глава региона поручил муниципалитету активно участвовать в этой работе и держать ее выполнение на особом контроле. Авиамедицинская эвакуация пациентов клинической больницы номер 8 ФМБ России сегодня уже перестала восприниматься как экстраординарное событие. Помощь с воздуха используют для пациентов, которые находятся в критическом состоянии и чьей жизни грозит опасность. Благодаря тесному взаимодействию клинической больницы номер 8 с региональными властями и Минздравом Калужской области обнинские пациенты при необходимости и по показаниям маршрутизируются в стационары следующего уровня с использованием авиации. Благодаря вертолетам прибытие медиков не задерживают ни пробки на трассах, ни сложные погодные условия и бездорожье. При этом немаловажно, что у больницы высвобождается ресурс скорой помощи, которая может быть задействована на экстренных и неотложных вызовах, в том числе в работе с больными с новой коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. В географии Национальной службы санитарной авиации Калужская область появилась в октябре 2020 года. Через месяц состоялся первый рейс из Обнинска с тяжелым пациентом на борту. Жители дома номер 37 по улице Гагарина устали от происходящего по обе стороны их дома беспредела. Никто не торопится помогать им, говорят обратившиеся. Лавочки в центре двора регулярно оккупированы сомнительными личностями, распивающими горячительные напитки. А со стороны автомобильной дороги газон укатан до земли и превращен в несанкционированную парковку. После того, как построили эту жемчужину, здесь каждый день сплошной поток машин. Поэтому окна днем открыть невозможно. Пыль приходится протирать три раза в день. Сколько мы не звонили, не обращались. Но я, например, звонила, попала в городское собрание. Мне ответили. По телефону мы не принимаем. Обращайтесь письменно. Письменно я обращаться ходить не могу по инстанции. А мы всего-навсего просим поставить нам заборчик, чтобы машины не могли здесь останавливаться. Потому что они же не только останавливаются. Они заезжают на газон, потом выходят из машин, топчут в газон. И это постоянно. С утра, вот как работает магазин, постоянно до 7 вечера машины здесь стоят. Одна уезжает, другая приезжает. Звонила Мария Васильевна и в городское хозяйство. Когда спросила, почему сотрудница не записала телефон для обратной связи, та ответила. А результат вы по нашим делам узнаете. Второй год мы результат видим, говорит жительница 37-го дома. Я недавно разговаривала с представительницей администрации. Ну, так поняла, что в отделе благоустройства. Да, это подтвержден газон. Сюда не должны парковаться. Ну что же, мы должны каждый день звонить в паркон, чтобы машину увозили. Зарастет травкой. Может, мы и сами что-то сделаем, потому что мы готовы. И если у администрации нет денег на наш дом, мы с 85-37 лет уже дома, и мы платим налоги, как все другие люди. Почему наш дом не обращает внимания на наш дом? Налоги, значит, идут в администрацию. А как благоустроить, значит, тогда они в стороне. Тогда обращайтесь куда угодно, только не к ним. Жители отправляли в ТОС. Дескать, администрация денег ему выдает достаточно. И как раз под такие местечковые вопросы в ТОСе ответили – денег нет. А что же паркон? Они ответили, что у нас мало техники ездить. Во-первых, не хватает людей. А во-вторых, понимаете, у нас такие невоспитанные водители. Вот ответ паркона. А что, мы их должны воспитывать? Я подошла к одной, женщина остановилась на газоне. Я подошла, говорю, вы что, не видите, что вы на газон машину поставили? Она говорит, а где вы видите газон? Круг замкнулся. Кстати, такой вариант ответа, можно сказать, вежливый. Могут и послать матом. Дело в том, что они включают музыку. Во-первых, они ее никогда не выключают. И вы знаете, со скольки? Вот на той неделе с трех часов ночи подъезжают. Но я думаю, все-таки это не наши ребята. Это как приезжают, но такая громкость. И понимаете, страшно выйти, сказать. Он еще кирпичом залит. И вот это длилось полтора часа. Я до пяти часов, я спать не могла. Бьются за свои права люди. По словам одних, с 2011 года. По словам других, с 2017. Как бы там ни было, не молчат. Звонят, обращаются. Безрезультатно. На Алковече во дворе полиция приезжала не раз. Но ничего не меняется. Люди говорят, что не знают, применялись ли какие-либо меры к заседающим. Но в участок никого вроде не увозили. А социальные личности чувствуют свою полную безнаказанность. Результат – детей на площадку не выпустишь. Да они и сами не горят желанием гулять в такой компании. Близлежащий бар – тоже источник проблем. То мат, то драки, то музыка и песни. Часть посетителей, основательно заправившись, разбредается по соседним дворам. В том числе и на Гагарина, 37. И уже взрослые признаются, им страшно ходить вечерами по улице. Про инстанционный футбол и добавить к сказанному жителями нечего. Конечно, когда в ответ на крик души чиновники равнодушно переводят стрелки снова и снова и снова, руки опустятся даже у самых упорных и целеустремленных. Впрочем, в администрации говорят, что в городское хозяйство поступало только одно обращение по Гагарина, 37. Ситуацию с несанкционированной парковкой прокомментировали так. На ближайшей комиссии по безопасности дорожного движения, она состоится в сентябре-октябре текущего года, вопрос будет рассмотрен. Члены комиссии изучат варианты решения проблемы, возможно ли в этом месте установить ограждение, как жители и просят. Об авариях, правонарушениях и происшествиях в нашем городе расскажут журналисты программы «Экстренный выезд». 23 августа в Обдинске было зафиксировано большое количество дорожно-транспортных происшествий. Рано утром у дома номер 205 на проспекте Ленина водитель за рулем «Лады», выполняя маневр, не заметил и зацепил припаркованный внедорожник марки «БМВ». Владелец отечественной легковушки, вероятнее всего, будет признан виновным в ДТП. Но и хозяйка иномарки, которая поставила габаритную машину, мягко сказать, не в очень удачном месте, тоже нарушила правила ПДД. Далее в 9 часов авария произошла на выезде с территории авторынка. Мужчина, управлявший автомобилем марки «Тойота», снизил скорость, чтобы пропустить поток машин с кругового участка. Следовавшая в том же направлении женщина на внедорожнике «Лексус», к сожалению, не успела среагировать на такой маневр и создала аварийную ситуацию. Буквально через 40 минут продолжила цепочку ДТП еще одна автоледяная иномарки «Хёнде». Ее автомобиль был припаркован вдоль дороги у бордюра, и когда она начала выезжать, то не заметила и зацепила проезжающий мимо автомобиль марки «Ладо». Прекрасная половина человечества в тот день была в ударе. 12.30, пионерский проезд, 37.00. Девушка за рулем иномарки «Ниссан», включив заднюю скорость, начала выезжать с места стоянки и не заметила припаркованный кроссовер «Рено», водитель которого отошел в магазин за бутылкой воды. В 10.30 на территории Аптово продовольственной базы, расположенной по адресу коммунальный проезд 23, мужчина за рулем «Шкода», выезжая с места стоянки, не заметил внедорожник марки «Митсубиси», который двигался прямо. В 11.40 небольшой ДТП произошло на проспекте Маркса. Мужчина за рулем «Камаза» врезался в восстановившуюся на красный сигнал светофора легковушку «Форд». Столкновение произошло на небольшой скорости, поэтому обошлось без пострадавших. В 15.30 на улице Курчатова произошел дорожный инцидент. Со слов очевидцев, водитель за рулем кроссовер «Шевроле» хотел избежать столкновения с неким автомобилем, который его подрезал. Совершил резкий маневр и в результате врезался в бетонный столб линии электропередач. Владелицы на марке и его пассажиры были доставлены в больницу с различными травмами. В тот же день в Старом городе произошла трагедия. В одном из домов на проспекте Ленина свел счеты с жизнью 90-летний местный житель. Известно, что в момент самоубийства пожилой мужчина находился в квартире один. По данному факту проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Дарья Человекова, Вадим Бычков, телекомпания «Обгенск ТВ». 24 августа в «Обгенском доме ученых» состоялся концерт оркестра Яковлева «Гранд Мелоди Оркестра» в рамках концертно-просветительского тура «Созвучие России». Концертная программа тура «Созвучие России» уникальна своей идеологией, абсолютно новым звучанием русской академической народной музыки, пропущенной через призму современных технологий. Песня «Обгенск ТВ» Оркестр Яковлева «Гранд Мелоди Оркестра» подготовил для зрителей увлекательное путешествие по музыкальным страницам русской культуры. От истории восстания атамана Степана Разина в песне «Из-за острова Настрежень», через ямщицкую прогулку вдоль по Питерской, прессовую Камаринскую, до любимых советских песен послевоенного периода, а также, конечно, визитные карточки коллектива народной песни «Калинка». «Калинка» Концертно-просветительский тур «Созвучие России» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Цель мероприятия не только представить известные, любимые зрителями мелодии разных лет, но и продемонстрировать возможности народных инструментов, которые зазвучали оригинально, по-новому, современно, вместе с тем сохранили свою самобытность. В проект вовлекаются детские творческие коллективы. Все, кто любит и интересуется русской культурой. Световое оформление плюс качественный профессиональный звук оставили неизгладимое впечатление от исполнения музыкальных композиций у собравшихся в зале, среди которых были ценители творчества разного возраста. Елена Филина, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Это все на сегодня. Следите за нашими новостями в группе Обнинск Онлайн, ВКонтакте, Телеграм-канале, а также на Ютуб-канале. Об интересных событиях в Наукограде и окрестностях расскажем в очередном эфире программы новости, которая выходит по будням в 19 часов до понедельника.